Всем привет, друзья мои! Вернулась к моему образу жизни, обычному. Варю тархана суп, чорба. Приготовила, приготовила кысыр, салатик. Мне моя лидер, Мариночка, подарила вот такую вкусную бомбонерку. Ещё подарила грецкие орешки. Не грецкие орешки, а сибирские орешки. Вот, посмотрите, орехи кедровые, кедровые орешки. Так приятно, так приятно. Что могу вам сказать? Мы с мужем занимаемся активной уборкой. Сейчас уже вечер, видите, некогда было даже. Постирала чемоданчики. Помыл сегодня мой ошкэм, так как меня прихватил радикулит. Вот, дорожечку постирала. Можно будет её сейчас здесь, ещё она высохнет у меня. Вот так мы, друзья, с ним возимся. Наши птички. Птички, чирик-чирик. Чирик-чирик, мои птичечки. Надо их убрать уже прохладно. У нас похолодало. Цветочки, вот, чемоданчики, вот, Светлана-хозяюшка. Светлана-хозяюшка всё поубирает постепенно с ошкэмчиком. Помыл мой ошкэмчик и с этой стороны балкон. Знаете почему? У меня радикулит схватил. У нас такая была ужасная дорога. Ужасная, приз ужасных. Мы попали в фуртыну, в ураган. Думала, наш автобус несёт. И там печка такая, так горела, так горела. Все люди задыхались. Как будто мы в хамаме были 10-12 часов. И вот я, вспотевшая, выбежала на улицу и мне прихватило. Прихватило всё. Цветочки мои в хорошем состоянии. Я их хорошо обильно полила. Видите, как красиво у меня. Даже говорить нельзя. Так красиво, аж мурашки по телу. Помолчу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот всё. Я уже приоделась. Видите, какая вся. В спортивном. Ещё вот вся обвязана. Аж мне вот этот такой бинт, поясок. И очень помогает вот эта вот мась. Очень помогает вот эта мась турецкая. И деклофинак капельки. Вот мои дорогие. Вот так мы поживаем. Привет из пасмурного Мерсина. Летом-то хорошо, но надо всё равно здесь закрывать балконы. Видно, у неё всё, видите, всё намокло. Всё спрятала она. Я даже удивлялась, как она так на кухню всё унесла. Ведь зимой что здесь будет твориться? В принципе, это же новая у нас соседка. Смотрите, смотрите, как льёт. А я тем временем, чем занимаюсь, сейчас я вам покажу. Ночью было. Знаете, что у нас ночью было? Какой гром, молния, град. После часу. Крупный град был. Может, тут что-то делает. Дашка, вы слады с интерликашкой там? Ой, а я на уютной моей кухоньке. Кстати, а где вы? А я на уютной моей кухоньке занята кулинарией. Сегодня я решила приготовить себе тыквенное пирожное. Смотрите, нужно запечь тыкву. Говорю рецепт сейчас, потом не просите мне в рецепте. Внимательно слушайте. Буду выпекать в этой форме, так как делаю для себя. Почему покажу потом, почему только именно для себя. Тыква обалденная, мы купили. Уже месяц лежит у нас. Я решила и в такую погоду побаловать себя сладким. Вы знаете, я, если честно, не придерживаюсь такой сумасшедшей диеты. Но мой организм требует правильной еды. Например, почему я говорю? Потому что вот тут у меня суп из испанака. Да, такой испанака. Стараюсь я, я сейчас покажу вам много чего. Ну, давайте приступим к рецепту. Сейчас вы в моих видео больше увидите такой уютный домашний влог. Потому что в данный момент мне ничем больше не хочется заниматься. Как нужно развивать бизнес после такой конференции. Изучать искусственный интеллект. Внедрять его в свой, даже на ютуб внедрять и применять в практике. Поэтому вы увидите очень много таких сладких, вкусных видео. Так, смотрите. Чтобы приготовить этот пирог, вам нужно 100 грамм запеченной тыквы. Я ее запекла в духовке без масла, без воды. Просто нарезала, положила. И посмотрите, какая она вкусная, сладкая. Мне кажется, даже сейчас не нужен мне сюда подсластитель, потому что очень вкусно. Дальше. Одно яйцо. Дальше. Две столовые ложки кукурузной муки. Пол чайной ложки разрыхлителя. Пол чайной ложки растительного масла. Ванилин. Пол чайной ложки. Ну, можно и меньше. И что еще здесь? Больше ничего. Здесь кукурузная мука, тыква и яйцо. Можно пикмез добавить, если сладкий. Но я не хочу. Я пикмез добавлю в творог. Испеку сейчас в этой духовке. На три части разрежу. И раздроблю этот творог с пикмезом. И промажу. Вот какой будет торт. Посмотрим. После конференции с мужем сделали много покупок. И я вот сейчас поделюсь, что так. Что-то я увидела здесь на полочке. В основном стараюсь все убрать по возможности. Но не получается. У меня здесь... Мы купили такую банку салчи. Сметана. Томатная, помидорная. Томатная, помидорная, перцовая. Гречка, орехи. Все, что хотите. Здесь я вчера приготовила мерджимек. Суп такой из кабачка. Там масло у нас. Там йогурт купили. Так. Вот здесь у меня, смотрите. Я испекла вчера чечевичный пирог. Чечевичный хлеб для себя. Именно с семечками. Смотрите, какой семечки. Грецкие, этот, сибирские. Кедровые семечки. Так. Приготовила для себя. Здесь у меня курочка. Буду вечером в кляре течь. Здесь у меня кусы. Вчера я приготовила для мужа шикер-паре. Видите, для него у меня тоже есть. Салфаном сделай. Сейчас только сположил. Вот. Поэтому решила приготовить для себя. Вот такой коржик у меня получился. Я посмотрела. Кукурузная мука же здесь. Видите, приготовился. Невысокий, но, знаете, там посуда в рецепте. Как стакан. Но в микроволновке надо делать. У меня нет микроволновки. Поэтому я в духовке. Сейчас его вытащу, осужу. Порежу на две части. Там в рецепте три было. Но мне две достаточно. И будем кушать. Наконец-то я приготовила свой тортик. Сейчас я его положу в холодильник. Мне он хватит, а муж не ест. Посыпала корицей. И буду кушать. Приятного мне аппетита. Рецепт я уже вам продиктовала. Внимательно слушайте видео. Какую вредную я и высушить. буду готовить иногда можно да ну параллельно я с вредной едой вот мои здесь кляр мой параллельно с этой едой я готовлю салатики и брокколи отварить знаете что решила капусту тоже пожарить проэкспериментировать как будет нам с мужем очень нравится знаете какие вот эти огурцы вообще негодятся смотрите выбрасывать их надо я не знаю вот бежали лежали сами себе портятся страны какие-то холодильник пустой завтра будет закупка у нас а здесь я попрошу сейчас смотрите красота не получается может камера не показывает насколько это все красиво действительно это красиво это не полезно ну один раз можно правда устроить праздник живота мы только в холодильнике я ничего не пробовала глаза заведусь я вместо бета буду сейчас я готовить салатик два салатика готово все овощное и йогурт сейчас еще что-то покажу интерн 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 как же вкусная какая же вкусная это вредная еда да скажите пекла пирожное ппп а сама сейчас занимается вредной едой ну представьте если бы мне было еще сладкое такое бы вредное даже бы какая была бы бомба для организма я сейчас не умничаю здесь друзья просто хочется иногда покушать да вкусненько много когда работает организм вот и знаете что я решила капусту пожарить это как чипсы правда испачкала весь газ ну вот еще две порции и ашкин пошел за хлебом и пропал ялчину зашил они такие хрустики просто обалдеть вкусно приятного пить это шоу нам устроили птички щеке что-то говорит ей и так громко мешает смотреть ашкин мой футбол летают ой они такие сладкие у меня вообще говорят говорят что то они довольны посмотрите мои девочки разговаривают все время они чем-то не еще знаете что я я кушаю свой тортик сейчас буду пробовать какой выше ашкин съел сладкая вот ашкин тады на бак мак и стерлис что ты считаешь что ты считаешь друзья мои это вкусно и я корицей посыпала посмотрите что творят они смотрите какой вкусный тортик что у вас происходит девочки вы что не поделите что не поделите мама вас накормила всем сегодня мои сладкие девочки девочки смотрите мне кажется они реагируют на ашка бедный ду шуниором он ларида матч из леурла он ларида матч из леурла лапуси мои клятки мои любимые девочки тихий тихий ады тихий 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 шикери принцесса не боится ручная полетели девочки полетели полетели ну так нам весело